Мы ждем, конечно. У нас что-то есть как приняло законы запрессивной, классно. Они там в первую очередь стоят. Вот это и все, что они в первую очередь, о том, что сегодня там вообще не поможет. Давайте поможем. Можно послать? Верпуски посылки? Можно послать. Семена поставить. Семена. Семена. На эту тему, чтобы как-то некий предназначить, я просто скоро уже уйду к делам в водовом насрочном. Есть притча от Супийска, что я хочу рассказать, чтобы не было такого мега-то состояния. Вот сегодня я уже и говорил, что у водовой Супия ученика там пришло прозрение, что через 5 лет вся вода будет отравлена. Слышали на это? Нет, кто слышал? Нет? Да. И надо срочно запастись чистой воды. И при этом сделали так, чтобы все люди об этом узнали. И чтобы он ходить по своей деревне, по городу, всем объяснять, выпьет себе отравленную воду, она будет еще хуже. И себе собирал воду. Тихоря, чтобы когда все его отравятся, или умрут, чтобы он мог сохраниться. Год прошел 2-3-5, ничего не меняется, вода реально не менялась. И все стали пить, никто не умер. Он тихоря пил свою воду. И вдруг там, через 10 лет, местная полиция пришла, увидела у него дома отравленную воду. И это была та чистая вода с летней давности. И они его посадили в тюрьму за то, что он лежал в правильную воду, хотя бы твоим народом. Поэтому здесь, может быть, американцам кому нормально? В том плане, что никто не знает, как мы и что. Если говорить о том, что романом, мы тоже в этом плане являемся единым вегетарианстве. И это тоже серьезная история в плане того, насколько вегетарианцы должны быть агрессивными вегетарианцами. Борцами. И все-таки они должны с любовью воспринимать. Они должны воспринимать. Это очень серьезная тема. У нас были такие беседы, когда мы собирались, пытались мудрировать диалоги вегетарианцев. Гасами был, по-моему, как раз наш. И... Барнеслав. Вот даосы с индуистом, вайшнавом, классные, светлые люди, но я там искры так чувствовал, что они между собой. Два классных вегетарианца, апологеты двух мегакультур, индийской и китайской. Я только все время это брейк-брейк говорил. За ними было 4 года назад, где-то там на сцене у нас. Поэтому я сейчас вот поравиле до Америки в конце. Да, вот. Важно, какие темы поднимаем, для чего двигаемся. И все-таки романцы говорят, что мы не так посылали. В рамках масштаба, что мы хотим менять, что мы хотим сделать. Хорошо, да, продолжаем. Мария, да. Родовой поселения Неверки, поселенка с дневническим стажем. Вот. Я хотела вот раз продолжить тему Владимира. Я очень рада, что он везде побывал, много увидев, и начал копать базу поселений. И, правильно, то есть после вот такого форума, на который нас пригласили, мы, конечно, с удовольствием откликнулись, потому что нам есть, что рассказать людям. Так они, ну, не все знают, точнее, не многие знают, что есть какие-то родовые поместья. А вот на таком форуме люди даже, совершенно городские, могут узнать, что, оказывается, есть родовые поместья. Так вот, этот форум, мне даже вот сейчас, а чем он мне так был полезен? В смысле, самоутверждением, что в правильном направлении движемся. Товарищи. Мы, товарищи, Россия, и самое главное, это будущее нашей поколения и наши дети. Потому что, когда они выросли в другой среде, не в той, в которой мы, они выросли сейчас в той среде, и когда они придут, не все из них остаются в поселении, никто их там насильно оставлять не будет. Вот. Нам нужно создать классную среду, так вот, как у вас в этом мире, там, свои школы, свои там праздники, своя вот какая-то такая жизнь, что им было еще там и интересно оставаться. И, соответственно, наши дети, какой-то из них там, не знаю, будут музыкантом, кто-то еще будет, но у них же будет экологическое сознание. И когда они придут в город, и есть уже такие примеры, когда приходят в город, они пробуют продукт и говорят, а зачем делать вот этот искусственный сыр? Ей же нормальный. А зачем нам это, выращивать там эту петрушку на каких-то...